Москвичи теперь не только лишь для москвичей. В январе московский автозавод пообещал открыть новые автосалоны почти по всей России. В Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Набережных Челнах. И вот часть шоурумов открылась, а в них появились первые машины. Притом продавцы демонстрируют удивительное единодушие. Кроссовер Москвич 3 вполне реально купить без дилерских накруток, по рекомендованной розничной цене. Как выяснил телеканал Автоплюс, единственное, за что просят доплатить, так это подогрев сидений, которого единственная комплектация модели лишена. Поэтому вставлять электрические маты приходится дилерам, за что они берут 30-40 тысяч рублей сверху. Ещё менеджеры с бытовой сети очень ждут, когда производитель объявит стоимость и периодичность регламентного обслуживания. Предполагается, что пробег между ТО составит 10 тысяч километров, но также будет прописано посещение сервиса после обкатки. Цена бензинового «Москвича» — неполные 2 миллиона рублей, а электрического, с учётом госсубсидий, на миллион дороже. Но электросубсидия положена далеко не всем, а определённым категориям клиентов, и только при условии покупки в кредит или лизинг. В продаже есть «Москвичи» нескольких цветов — синего, белого, красного, чёрного и серебристого. К концу весны автосалоны ждут расширения гаммы комплектаций, а также появления атмосферной версии. Сейчас «Москвич 3» оснащается только турбомотором. А ещё автозавод «Москвич» получил первый действительно крупный корпоративный заказ. Несколько тысяч кроссоверов купит «Яндекс» для своих сервисов такси и каршеринга. Московский автомобильный завод «Москвич» подписал соглашение с одной из крупнейших компаний на рынке перевозок — компанией «Яндекс». В ближайшее время начнутся поставки 3000 автомобилей для такси и каршеринговых компаний по всей стране. Для работы с пассажирами будут приобретены новые автомобили «Москвич 3» серии. И это, очевидно, не последняя подобная поставка. По оценке мэра Москвы, в год столичному рынку пассажирских перевозок требуется от 30 до 40 тысяч новых легковушек. А их, кроме «Лады Гранты», сейчас фактически нет. В любом случае, из конвейера бывшего завода «Рено Россия» до конца этого года должно сойти порядка 50 тысяч автомобилей, из которых примерно 10 тысяч машин будут оснащены электромоторами. Ну а сбытом готовой продукции займётся собственная дилерская сеть, что сегодня насчитывает 52 шоурума, разбросанных по 23 городам России.